Прежде всего, большое спасибо, что вы остались меня послушать. Не так уже много дожило до последнего доклада на сегодня. Я полагаю, что целый день докладов это достаточно сложно. Если вы пришли сюда из-за того, что блокчейн это хайп, я предлагаю вам сразу же выйти. То есть именно доклад не об этом, не о хайпе абсолютно. Доклад о реальных вещах, о том, что мы можем с блокчейном сделать. И как кейс потом будет показана имплементация для паспорта автомобиля на примере группы Renault-Nissan. Опять же, почему сейчас все говорят о блокчейне? Потому что это хайпово сейчас. Проблема в том, что это сырое решение. Еще нет реальных, по сути, проектов, которые проработали 10 лет, 5 лет, по сути. То есть в продакшене, которые крутились и так далее. Есть реальные потребности бизнеса. И, к сожалению, публичный блокчейн, мы потом дальше поговорим про разницы публичного блокчейна и приватного блокчейна, не отвечает потребностям реального бизнеса. Мы не можем прийти в банк и сказать, слушай, чувак, давай мы тебе внедрим решение, которое, по сути, будет использовать биткоин как сеть. Сегодня биткоин стоит 9 тысяч баксов, завтра он стоит 11 тысяч баксов. И банк скажет, а зачем мне эти риски нужны? Ну и он будет абсолютно прав. Очень много решений на рынке на данный момент. Их миллиарды. Сейчас любой стартап занимается блокчейном. Куда ни плюнь, везде будет блокчейн. Абсолютно. Но никто из них, по сути, реально не может заимплементировать решение в продакшен. Потому что сама вот эта дорога в продакшен, она нетривиальная. Каким образом мы переведем то решение, которое есть, что мы разработали, в продакшен. Окей. Блокчейн, прежде всего, мы должны рассматривать как базу данных. С точки зрения, вот мы на потоке интернет-технологий, по сути, с точки зрения разработчиков блокчейн, это база данных. С одним очень важным понятием, что это база данных write-once. Это распределенная глобальная база данных write-once. Ledger, грубо говоря. Это, по сути, это интернет транзакции значений. То есть мы можем записать какую-то информацию, мы можем передать эту информацию кому-то, и в принципе все. Не надо нагружать блокчейн. Блокчейн – это не серебряная пуля. Блокчейн – это не панацея от всех болячек. Блокчейн – это просто еще одна технология, которая позволяет нам секьюрно хранить данные и гарантировать качество этих данных, что эти данные не были изменены. Окей. У блокчейна, если будет небольшой такой кусочек экскурс в теории, у блокчейна традиционно есть три таких макроиспользования, которые лежат на поверхности. Это, прежде всего, передача какого-то значения. Например, это сеть биткоин. Когда вы передаете, вот у меня есть определенный набор чего-то, я часть этого чего-то передаю кому-то. Классическое. Это трассабилити, когда нам надо контролировать положение. Например, мы сейчас записали, например, позицию машины, через час позиция изменилась, мы ее через час записали и так далее. Чтобы мы могли потом проследить всю историю этих изменений. И, по сути, это автоматизация каких-то процессов. Почему это отдельным блоком на слайде отображено? Потому что на данный момент это правда. Нет, не готово еще правовое поле в том и ином виде, ни в одной стране мира, чтобы полноценно давать автоматизацию в работу. Чтобы все работало на блокчейн, как там говорили блокчейн государства и так далее. Ну и понятно, что для оплаты существует тот же биткоин, для программы лояльности существует там цезам и так далее. И, по сути, есть разное количество игроков, и каждый из этих игроков может участвовать в сети. Например, как поставщики, клиенты, сотрудники и так далее. Магическое слово, согласитесь, да? Ну все говорят блокчейн, блокчейн, блокчейн. А блокчейн не существует. Существует на самом деле много блокчейн. Блокчейн – это технология. Это просто технология, которая описывает, как хранить данные в определенной распределенной сети. Все. Биткоин не равно блокчейн. Этериум не равно блокчейн. Это надо очень важно, это надо понимать. Блокчейн – публичная транзакционная база данных, распределенная в единой сети, расшаренная между многими пользователями, которые, по сути, могут быть анонимными. В случае, если мы говорим про публичный блокчейн, в случае с приватным мы можем тут еще играться, которая содержит в себе абсолютно все изменения с момента создания сети. Окей. На этом слайде вы видите всего лишь, наверное, одну тысячную проектов на блокчейне, которые существуют, которые можно воспользоваться, заюзать. Ну, биткоин, по сути, это платформа, просто это обмен денег. Хотя теоретически на ней тоже возможно запускать автоматизированный код, но при этом этот автоматизированный код уже противоречит, по сути, основной идее сети. Касательно то, чего может быть нам интересно, как разработчикам, это непосредственно Ethereum. Это как бы исторически самое большое комьюнити, которое для разработчиков, которое мы можем поддерживать. Этих на самом деле проекта два. Это Ethereum и Hyperledger. Потом есть MultiChain, OpenChain, HydroChain, Leaks, Waves, Name и так далее. И отдельным столпом здесь стоят такие проекты. Вот я выделил это BigChainDB. Это база данных, это еще один уровень абстракции над блокчейн-сетью, который позволяет вам уже на моменте записи распределять данные. И сам мотор этой базы данных решает, каким образом, что мы храним, что идет в блокчейн-сеть, что идет непосредственно в базу данных NoSQL. Она рядом запущенная. И это уже querible-сеть. То есть мы здесь можем делать спокойные query, как в NoSQL на Mongo синтаксисе и получать данные. Но это как бы абсолютно отдельно. Это смесь технологий. Это не просто как блокчейн. Окей. Публичный приватный блокчейн. Публичный блокчейн полностью открытое решение. Любой человек может скачать ключ, создать аккаунт и подключиться к сети. Все. Это принципы публичной сети. Приватный блокчейн – это тот блокчейн, это может быть, существует несколько типов этих блокчейнов, понятное же дело. Но в приватном блокчейне мы сами решаем, кого мы впускаем в эту сеть. То есть это приватное решение. Давайте возьмем простой классический пример. Ну, у нас есть куча банков. Один банк решил для себя разработать какую-то блокчейн-сеть для хранения чего-то. Окей. Он решил запартнериться с другим банком. Он дает разрешение. Вот ты, например, ты банк, я тебе даю разрешение, ты можешь войти в сеть. Но для того, чтобы тебе войти в эту сеть, ты должен выполнить эти и вот эти правила. В случае, если правило выполняется, его допускается в сети. И в данном случае мы получаем ситуацию, что мы знаем каждого участника этой сети. И каждый участник сети владеет своими какими-то вычислительными мощностями, которые позволяют ему вычислять. Эта презентация, как я уже сказал, полностью будет про приватный блокчейн. И не просто про блокчейн, а про второе-третье generation блокчейн. Смотрите. Блокчейн 1.0, это самый был простой. Это не самая первая, но одна из самых первых знаменитых реализаций блокчейна. Это был биткоин. По сути, это классическая сеть для передачи данных. Появился блокчейн 2.0. Это уже Ethereum, это уже Hyperledger. Идея в чем? Мы добавили в эту сеть, по сути, кусочек кода, который позволяет выполняться. Мы добавили какую-то бизнес-логику. Эта бизнес-логика может работать. Блокчейн 3.0. Почему есть третье поколение и почему оно еще не настало? Проблема в том, что мы можем гарантировать качество данных только внутри сети. Если мы выходим за пределы блокчейн-сети, качество данных мы уже гарантировать не можем. И блокчейн 2.0 содержит свои собственные лимитации. Дальше с точки зрения разработчиков я покажу, что именно залимитировано и что именно мы не можем сделать. Но вот на данный момент это самая большая проблема. И по сути то, что сейчас разрабатывается, это вынести эту логику в какое-то отдельное место и оставить блокчейн непосредственно как хранилище информации. Окей. Для того, чтобы смотреть. Смотрите. Блокчейн 1.0 это был банальный, это был биткоин. Блокчейн 2.0 это этериум, корда, гиперледжер и так далее. В блокчейн 1.0 это были простые транзакции, мы передавали деньги, все очень просто. В блокчейн 2.0 у нас уже появились джедерик контракты. Блокчейн 1.0 это был один блокчейн, по сути одна сеть. В случае блокчейн 2.0 у нас может быть множество сетей, у нас может быть объединенные сети, у нас может быть соединенные сети с разными леджерами, непосредственно от разных, по сути, от разных разработчиков, но которые работают через какой-то гитвей. Блокчейн 1.0 был только публичным. Блокчейн 2.0 у нас уже появился. Публичный, приватный, кардсорциум. Направленность на определенный какой-то домен. Там, например, есть медицинский блокчейн, есть блокчейн для банков и так далее. Блокчейн 1.0 всегда был открыт и распределенный. Блокчейн 2.0, по сути, на выбор создателя. Окей. На данный момент, вообще, поднимите руку, кто в зале уже пробовал просто развернуть в какую-нибудь тестовую блокчейн-сеть и написать свой первый контракт. Есть такие? О, 4 человека. Хорошо. На самом деле, не все так просто. Можно действительно взять, написать первый контракт, задеплоить его в тестовую сеть, но вы не получите тех знаний, как это работает сзади, как поднять настоящую сеть, как ее настроить и так далее. И вот эта тяжесть точки входа в сеть на самом-то деле и создает этот дефицит специалистов на рынке. Смотрите. По сути, чтобы банально задеплоить обыкновенную сеть, блокчейн, самую стандартную, надо проделать вот эти 10 шагов. Например, посмотреть публичную документацию по этериуму. Если мы говорим про этериум, ну это логично, без документации никуда. Потом определить сеть, ну по сути, топологию для сети, какая она будет. То есть это будет сеть-звезда, это будут просто какие-то последовательные сети и так далее. Потом смопировать эту топологию на реальные, по сути, на реальные железки. Ну в случае я буду показывать все примеры с облака Межер, потому что так проще. И по сути, Microsoft нам уже дала готовые инструменты, которыми мы можем пользоваться, по сути, чтобы ускорить непосредственно разворачивание. Потом написать темплейт или задеплоить это ручками. Потом сконфигурировать клиент Этериума, ну с помощью баш-скриптов или для поддержки приватных сетей, или воспользоваться уже готовыми. Настроить параметры сети Этериум. Это размеры первого блока, количество, максимальное количество участников сети, максимальный размер блока и так далее. Создать аккаунты Этериума и дать им вот этих попугаев эфира на эти аккаунты набросить, по сути, потом потестировать это все и потом синтегрировать с другими сервисами. Потому что, по сути, блокчейн это просто база данных. Вы же поймите. Ну вот давайте возьмем классический пример. Кто-нибудь издал, а может мне сказать, классическое приложение сейчас содержит какие компоненты? Возьмем банально веб-сайт. Отлично, да, то есть все правда. Точно так же и здесь. Это база, то есть грубо говоря. То есть нам надо каким-то образом подключить эту сеть и непосредственно работать уже с ней. Окей, что мы можем автоматизировать? Оп, три недели, пять минут. То есть пять минут и десять параметров мы вводим, и мы уже получаем готовую сетку. По сути, вот она эта простота, которую ищут непосредственно уже бизнес-заказчики. Окей, что дальше? И что на бэке, что деплоид? Смотрите, каждая блокчейн-сеть, ну по сути, возьмем пример эфира, содержит у себя публичную транзакционную ноду, на которую вы акцептите транзакцию. То есть это ваша публичная точка входа непосредственно в сеть. И на бэкс-части у нее есть майнинг-ноды, которые будут считать вашу транзакцию. То есть такой вопрос. Принципы построения транзакции знаем или чуть-чуть уйти туда? Уйти? Окей, смотрите. Ну вот банально. Вот у меня есть одна рука, это Алиса, это Боб. Алиса хочет что-то передать Бобу. Что происходит? Алиса берет, акцептит в сеть, общается с транзакционной нодой. Вот я с Алисой, у меня есть аккаунт. Я хочу передать что-то с этого аккаунта непосредственно Бобу. Что происходит на бэк-части? Транзакция нода берет непосредственно этот запрос. Дальше. Этот запрос передается ближайшим калькулит-ресурсам, ближайшим машинам, майнерам. И все майнеры начинают активно считать. То есть и первый майнер, который правильно посчитает математическую задачу, при которой можно будет расшифровать транзакцию, он и получает вот эту непосредственно награду, это стоимость этой транзакции. Вот там весь принцип этой сети. Все описывается банально математически. То есть здесь нет какой-то аллилуйи, чего-то сложного, все просто. Ну, сама математика не очень простая на самом-то деле. И по сути, вот что происходит. Вот смотрите. У нас есть непосредственно публичная сеть. В ней может быть несколько виртуальных машин. В данном случае это виртуал машин с кейлсет, если мы говорим про Azure ресурсы, то есть которые мы можем в случае потребности, мы можем добавлять рядом одну машину, вторую машину, третью. Это публичная сеть, которая лежит еще за лот-балансером. То есть доступ к ней будет происходить через публичный адрес, через лот-балансер и распределяться на доступную транзакционную ноду, которая отвечает. Окей. Дальше транзакционная нода должна получить доступ к ближайшим майнинг. Майнинг ноды лежат в закрытой приватной сети. По сути, грубо говоря, если мы посмотрим, публичные ноды это DMZ-сеть, банально майнинг ноды это просто приватная сеть, которой доступ есть только у транзакционных нод. Почему это сделано? Чтобы не влиять непосредственно на процесс расчета. Каким образом будет происходить процесс. По сути, самый минимальный дипломент это будет одна транзакционная нода и две майнинг. Это самое минимальное развертывание. Плюс еще в подарок вам Microsoft, если мы берем облака Azure, догружает еще админку, в которой вы можете менеджить вашу сеть. Но опять же вы ее можете легко удалить. Это просто веб-приложение, которое коннектится к API в сети. Окей. Идея в чем? Дать блокчейн платформу по требованию. Если мы сейчас зайдем, я прошу прощения за французский, просто я копировал из своих же слайдов только на французском. Я не поменял этот слайд. Если мы зайдем azure.microsoft.com slash solution slash blockchain, у нас будет целое описало вообще тех решений, что у нас есть. И вообще что такое блокчейн? Окей. Что у нас есть? У нас есть Cordo, у нас есть Enterprise Ethereum, у нас есть Hyperledger, у нас есть Chain, у нас есть Digital Asset, у нас есть Quorum и так далее. То есть по сути, что Microsoft сделала? Окей. Вы хотите разрабатывать на блокчейн? Базару ноль. Вот вам готовые темплейты, пожалуйста, пользуйтесь, не вопрос. Пробуйте, зашли, пять минут, ну по сути, пять минут это пять параметров, и плюс еще там какое-то время, чтобы эти машинки поднялись, и вы могли потом к ним подключиться, и дали к вам документацию. И по сути, есть другая штука, еще доступен Hyperledger, который по сути, раньше был только премиум решением от IBM. Я не знаю, что Microsoft сделала, но по сути, они каким-то образом принесли это в свое облако. Окей. Отдельно на портале этот как там, есть отдельная целая вкладка категория, ну блин, Hyper и сюда дошел, то есть на которую можно нажать, и уже готовые эти темплейты, готовые эти темплейты, они приходят. Окей. А если мы говорим, что нам надо соединить несколько участников? Я вам показывал пример. Это была транзакционная нода, у него были майнинг ноды, но по сути, грубо говоря, это один участник, то есть вот я, например, я один банк, вот я обязан иметь минимально одну транзакционную ноду, две майнинг ноды, но по сути эти правила мы сами пишем в приватной сети. Что будет и как неправильно развернуть свою сеть, если мне надо добавить еще одного участника? Что мы видим из этой архитектурной картинки? У нас здесь добавляется банально Virtual Network Gateway, и мы соединяем все доблестно с сайтом сайт-то-сайт VPN. У нас появляется общее пространство, для работы и общая сеть, где каждая транзакционная нода знает друг друга и общается непосредственно по протоколу Ethereum. И это тоже темплейт, это тоже темплейт, он доступен и им тоже можно пользоваться. Окей. Какое есть потребование? На данный момент блокчейн, он как столп. Вот я есть, есть вариант, там дикий базворд, типа вот этих Hello Kitty, который мы там, который умудрилась, эта игрушка умудрилась положить, представьте, мировую сеть Ethereum. Ну, кто-то, видимо, так хотел замайнить себе этих котиков, я не знаю, у меня нет по сути как бы другого, другого мнения на этот счет. Но по сути, это изолированное решение. У нас нет интеграции, плюс, как правильно было сказано предыдущим спикерам, что сам язык программирования, он достаточно специфичен. Это как будто шаг назад по знаниям вообще разработки. У нас нет интеграционной части, у нас нет прослойки, которая позволит нам сконнектиться с такими сервисами, как Active Directory, с такими сервисами, как использовать тонификацию всеми нам привычную OpenID, OOS 2.0 и так далее. То есть нам надо дать решение этой интеграции с middleware для предприятий. Окей. И тут я открываю свой любимый слайд. Это типичное решение вообще любое. Практически на каждом предприятии в том или ином виде существует эта схема. Представьте, у нас есть, грубо говоря, event-продюсеры, то есть продюсеры каких-то данных. Эти данные приходят, например, в облако. В этом облаке есть какой-то message-брокер, который принимает эти все данные. Это как туннель, в который мы напихали, зараза, залазь, данные. Дальше у нас есть какая-то бизнес-логика. Из-за этой бизнес-логикой у нас разложены вообще типы хранилища. Это может прийти или в революционную базу данных, это может прийти или в распределенную базу данных, это может прийти или в NoSQL и так далее. И это может прийти и в блокчейн-сеть, как в одной из видов хранилища. И дальше что? У нас есть классический презентационный уровень, который коннектится или к этой блокчейн-сети, или банально коннектится к нашей революционной базе данных. И основная идея, вот основной месседж, который мы должны понимать, что блокчейн в данном случае, когда мы говорим про контекст предприятий, это всего лишь одна маленькая часть всей какой-то большой экосистемы. И мы не можем говорить про революцию, которую сделает блокчейн, пока не будут явны вот эти механизмы интеграции с другими частями. Например, банальный пример. Тавтология, оно прикольно. Все знают, что такое GDS? Система, в которой делается глобальное резервирование авиабилетов. То есть, грубо говоря, у турагентств есть прямой доступ туда. И что? Сейчас продолжу. Есть. Так вот, существует Amadeus, Galileo и Sabre. То есть, это три глобальные системы, которые банально… Есть еще, но вот это три глобальные системы, которые позволяют на данный момент делать резервирование авиабилетов. Окей. Если мне память не изменять, Sabre, это, по-моему, я могу тут ошибаться. Какая-то из них самая свежая была переписана в 90-х годах. Все остальные еще существуют, ну, с бородатых лет. Еще раз? Да, да, да. Ну, Россию не берем. Это другая сторона, подальше от нас, и пусть там остаются. Вот. Так вот. Почему Sabre не взлетела? Вроде как они переписали, вроде как шикарная API и так далее, но Sabre не предложила механизма интеграции с существующими решениями и системами. Точно так же мы сейчас наблюдаем историю с блокчейна. Смотрите, если посмотреть вот эту… Ну, все, я думаю, видели эту кривую. Кривая, классическая кривая, когда у нас есть там пик какой-то технологии, потом все вау-вау-вау, классная технология, а потом идет пик разочарования. И вот как раз мы находимся в начале этого пикового разочарования с блокчейном. Потому что каким-то образом нам надо интегрироваться со существующими решениями. Окей. Я думаю, вы уже сталкивались с этим, особенно те, кто писали, вот пробовали писать что-то на блокчейне. Если заэстимейтить то время, которое нам нужно, чтобы написать банально proof of concept. Это выходит долго и дорого. Каким образом мы можем ускорить это и дать какой-то валию. Существует так называемый proof of concept framework. По сути, на сегодня я и готовил демку, но, к сожалению, тут с интернетом немножко беда. Я хотел вам показать, прям с вами, как за пять минут можно склепать готовое решение на блокчейн. Там с blackjack'ами и кем-то еще. Но, как бы, я скажу, куда сходить, что посмотреть. По сути, что это сделал? Я сделал несколько скриншотов. Есть наш любимый контракт на солидите. Банально все. Да, он милый, симпатичный. Здесь правильные методы, здесь нет потери и так далее. Здесь рядом есть метаданные этого контракта. То есть, по сути, схема данных, которая гуляет непосредственно сзади. Что если мы возьмем контракт метаданные равно блокчейн приложения. То есть, мы загружаем в application framework, в этот, мы загружаем контракт, мы загружаем рядом метаданные, и он на выходе нам строит полноценное решение с интеграцией с Active Directory. Он же нам строит непосредственно API доступа, он же нам генерит фронт-часть. И, по сути, вам главное правильно написать контракт. И, опять же, контракт не должен быть сложным. Об этом сейчас мы поговорим. Окей. Идея в чем? Он создает автоматический end-to-end решение. Да, кстати, это очень дорого, потому что, по сути, он сзади разворачивает и набует тучу виртуальных машин. Потом надо будет… Эта штука нам позволяет делать scaffold, то есть, дополнять модели, изменять, делать решение. Эта же штука нам позволяет, по сути, дает ARM template, это модель дипломента в облаке Microsoft, и, по сути, мы можем потом это деливерить, использовать практики, DevOps-практики для работы с этим кодом. А DevOps-случаи с Ethereum-ом – это отдельная история, ну, часика на два дискуссии. Там тоже со всеми интересными моментами. И, по сути, эта штука дает возможность сразу же приконнектить другие сервисы, потому что, даже если посмотреть на архитектуру части, там уже по-умному. К сожалению, у самой сети и у Ethereum, в частности, говорю сейчас про Ethereum, есть лимитирование. Мы не можем в него запихнуть, например, миллиард транзакций в секунду. Это невозможно. Сама сеть не воспринят это. Здесь уже продумано, что есть сначала очередь, в которой транзакции попадают в очередь, и потом постепенно они выполняются. То есть у нас есть какой-то накопитель и так далее. Окей, у смарт-контракта есть ограничения. Каким образом мы можем это обойти? Мы можем только исключить бизнес-логику из смарт-контракта и сказать, смарт-контракт, ты только хранишь данные. Точка. Окей. Если мы посмотрим на любое классическое приложение. Кстати, а примерно скажите, кто у нас по девелоперам? Кто здесь девелоперы? Языки? Скала. Отлично. Python? Ну, отлично. Хорошо. Ну, я думаю, вы знакомы с этой классической архитектурой, когда у вас есть непосредственно доступ к уровень слоя, доступ к данным, уровень бизнес-логики и уровень, презентационный уровень. Это классическое приложение, это стандарт, который существует на рынке. А дальше уже каждый извращается с этим стандартом, как он может. Кто-то пишет микросервисы, кто-то пишет там МОСО, еще что-нибудь пилит и так далее. В случае с блокчейном, вот с классическим, то, о чем говорил как раз предыдущий докладчик. Почему можно сперить деньги? У нас в публичном блокчейне уровень данных, прослойка с бизнес-логикой смешана. То есть она неотделимая. Это монолит, который не скалейбл, то есть его нельзя заскелить, его нельзя изменить. То есть вот он такой какой-то есть. Идея в чем? Мы получаем проблемы с безопасностью, мы получаем проблемы непосредственно с его ростом, когда добавлять еще какие-то элементы. Мы не можем его реиспользовать, этот код, чтобы что-то изменить. И опять же, самое-самое мое любимое, чтобы обновить код смарт-контракта, вот представьте, вы разработчик, вы напедалили что-то, вы его деплоите в сеть, у вас адрес контракта изменился, он не остался новым, и старый смарт-контракт удалить из сети нельзя, этот кусочек кода. И это больно, потому что, представьте, у вас продакшн-решение, вам надо внести ход фикс. Ну, я думаю, идею продолжать не надо. Окей, что мы можем сделать? Мы можем сказать, что окей, смарт-контракт, ты хранишь только данные, то есть у тебя нет никакой логики, ты ничего не считаешь, то есть мы максимально блокируем какие-то шаги вправо-влево, только по сути две операции, create и read, все, потому что операция update и delete не существует в блокчейн-сети, по умолчанию. То есть смарт-контракт должен иметь минимально два метода. Первый метод создать запись в сети, второй метод считать, вернуть какую-то запись по какому-то адресу. Никакой передачи данных, ничего. Эту логику мы экстрактим из сети в какое-то эфемерное хранилище, execution, скажем так, sandbox, в котором мы можем его выполнять и который в данном случае это называется креплет-фабрика. Это то, что принесла Microsoft на рынок, это вот оно будущее блокчейн-3.0. Когда мы выносим из сети всю логику, запускаем ее в каком-то хранилище, в какой-то сэндбоксе, который может нам гарантировать, что ничего с этим кодом не будет. И мало того, здесь мы можем еще писать код на любимом нами языке программирования. Нам не обязательно использовать Solidity, который существует там непосредственно под тот же Ethereum. Окей, что мы получаем? Классическая, классическая схема данных. В случае, например, возьмем пример, что у нас есть какое-то реляционное хранилище, в котором есть наши процедурочки, всеми любимые, которые существуют много лет на рынке, которые мы… Наша бизнес-логика экзекьютит, работает с данными и так далее. У нас есть случай DAP-архитектура вот этого распределенного приложения, когда у нас есть монолитный уровень данных, и у нас есть блокчейн-криплеты. И в этом же случае у нас просто вместо процедурок у нас смарт-контракты. Те же самые на создание записи и на чтение. Бизнес-логика в криплете, презентационный уровень остается презентационный. Окей, проблема в чем? Нам надо перформанс, нам нужна конфиденциальность. В конце концов, вот представьте, я один банк А, я использую Ethereum, банк Б использует Hyperledger. А что делать? А как их соединить? А две технологии разные. Если кто-то интересовался миром блокчейна, примерно это было, если мне память не изменяет, это было в августе 2017 года, вышла такая аллилуйя под названием COCO framework. Штука крутая. По сути, это реальный фреймворк, это как .NET фреймворк, это по сути база, прослойка, которая позволяла сконнектить непосредственно разные сети. Идея в чем? У нас есть какая-то прослойка, которая работает непосредственно на железках, у нас есть COCO framework, который выполняет коннекшн непосредственно к разным вещам, как Ethereum, Corum, Corda, Hyperledger и так далее. Но, к сожалению, реальная стаковаша, эта штука еще в разработке. И нету даже, ну, кроме как white paper, который доступен на GitHub, который вы можете найти, почитать, где расписана красивая большая математика, знаете, как на сопромате мы там формулы писали когда-то, примерно эта же история. Вот, хорошее чтиво на ночь, рекомендую. Можно почитать. Окей. Ну, это все было абстрактное. Ой-ой-ой, но еще и на французском, мать моя женщина. Окей. А теперь давайте поговорим про реальное решение. Смотрите, у нас была потребность. Ну, почему я вам это все рассказывал, делал такой краткий, по сути, чтобы показать реализацию реального решения. Да, все просто. Вот представьте, даже не будем брать, что это Renault и Nissan. Да, это Renault и Nissan сзади. По сути, есть Украина со своими красивыми проблемами скрученного пробега. Машина, когда производится, она происходит, проходит разные этапы от момента того, как она выйдет из стенок завода, потом, как она появится в автосалоне, потом, как автосалон продаст ее конечному покупателю, потребителю, потом, как она приедет на первое, второе, десятое ТО, пока там будут навешивать лапшу на уши владельцу, до того момента, как он не навешивает лапшу на уши в другую младенцию ее продавая. Ну, на всем этапе машина проходит там, понятно, кучу всякой информации, кучу всяких этапов, то есть там ей делают замену того же ремня ГРМ, ей делают замену по сути батареи, покрышек, машина случайно попала в аварию, ее там чинят, банально, там был какой-то страховой случай, еще что-то, и предпродажная подготовка, мы же все, когда продаем машину, мы там ее драем, так, чтобы она там блестела, чтобы скрываем всякие вещи, там мы проходим технический контроль, мы ее продаем, а как вообще, мы приходим к покупателю, нашли там машину, а как вообще верить тому, что там написано и что он нам сказал, ну, это же может быть булшет, который он красиво нам рассказывает и так далее. Окей, с этой проблемой к нам обратилась компания Рено, да, это группа Рено не сном, но по сути проект именно это Реношная часть, потому что там есть моменты, и было решено, что давайте использовать блокчейн, он нам гарантирует, что мы не можем удалить запись, запись существующая, которая уже создана в сети, она будет создаваться, потому что поверьте, проблема скрученного пробега существует и во Франции, особенно где-нибудь в Марселе, очень часто, и, короче говоря, Рено согласилась, так как еще параллельно мы подключили к этому решению данный connected car, то есть айтишный проект, то есть по сути в каждой, ну, это не секрет, что каждая новая машинка, которая выходит непосредственно с завод-производителя, там есть черный ящичек, который передает куда-то информацию, там средняя скорость, средняя, там, как часто ты переключаешь передачи, каким образом ты газуешь и так далее. И что из этого вышло? Оу, play, я сказал play, о, о, да, оно работает, и слава богу. Как-то там, когда-то была эта фраза классная, вон апротюе, да, 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 вроде что-то грузится, о, тут было проработано пять сценариев, идея в чем, что у нас есть сеть, в которую мы будем непосредственно подключать официальных там, по сути, официальных гаражей Рено, ну, дистрибьюторов Рено, которые могут заходить в эту сеть и добавлять свои какие-то записи по машине. Они будут владеть тоже частью сети, они будут разворачивать, им будет готов пэккедж для доставки, и, по сути, в эту же сеть мы будем сливать данные от подключенной машины. И в эту же сеть мы подключали официальную страховую компанию Рено Иншуранс. Ну, вот он пример, что мистер Диппон спрашивает сеть Рено изменить там этот, как там, боже, ремень, ремень ГРМ. Авторизированный сервисный центр входит в сеть с использованием ВИНа машины логина и пароля. Да. Автоматически находится, что это Рено Клио. К сожалению, авторизированный сервисный центр не может посмотреть, что с этой машиной было ранее сделано. Это закрытая ему информация. Он может только добавить новую запись. Он может к этой записи подгрузить непосредственно фотографию реально сделанной работы. Это записывается сеть транзакций. Да, фотография не хранится в сети. Объясню потом, почему. Это важный момент. Хранится только хэш этой фотографии, чтобы потом связать. Потому что иначе это будет сильно жирно хранить еще и файлы. Как бы. Вот. Ну, новая, скажем так, новая штука была добавлена в сеть. То, что с машины что-то сделано. И вот он подгружает непосредственно, что было сделано с машиной. Вот он видит, что только-только, это было 26.06.17, было добавлено там что-то сделано с машиной. Вот фотография того, что сделано. Окей. Он может подгрузить счет. То есть счет фактуру. Это не то, что в Украине. Счет фактуру потом ты можешь использовать, чтобы тебе еще налоги частично вернули. Там это важно. У нас это немножко не ложится к нам. Окей. Я могу разрешить Рено собирать в сеть, потому что, по сути, те данные, которые генерирует машина, по закону являются моей личной собственностью. Но опять же, если я считаю, что я суперкрутой водитель, что никогда в жизни не обгоняю по правой, там еще что-нибудь, я могу эти данные расшарить в сеть. И в этом случае я могу посмотреть вообще, как я ездил. Эта сеть уже будет, автоматическая информация будет записана в блокчейне. То есть это не подделаешь. И потом, самое что важное, мы можем расшарить эти данные потенциальному покупателю. Согласитесь же, когда вы покупаете машину, особенно использованную, всегда все-таки приятнее взять машину, которая там по полной программе не во все дырки и так далее. Ну да, но это же всегда приятно. То есть все-таки машина, которая аккуратно ездила, которая милая, это же всегда самое основное. Так вот, я когда продаю, я могу расшарить непосредственно этот доступ к этой сети и расшарить доступ непосредственно к данным о моем автомобиле. И потенциальный покупатель может посмотреть и сказать, окей, эта машина меня устраивает там, он заходит по ВИНу, по своему доступу и смотрит, как этот водитель ездил. Ну, для городской машины 40 км в час это еще тот шумахер, конечно. Ну, а так, в принципе, все так далее. Но, по сути, владелец машины, он владеет этими данными, он в любой момент может оказать в доступе. То есть, и самое главное, самый последний сценарий, в Европе это достаточно распространенный процесс, когда сейчас страховые компании устанавливают маленькую коробочку машину, которая трекает вообще, особенно это к старым машинам относятся, и на основании вашего качества вождения вы можете получить скидку на страховку. Ну, если вы там дедушка, который там супер по правилам, там все идеально, блин, ну, это классно, вы там можете платить один евро за страховку там в месяц, ну, это удобно. Я бы в жизни на это не согласился, но там у каждого свои моменты. И я могу расшарить страховой, что смотри, страховая, вот моя машина, вот, например, я могу расшарить только часть информации, могу расшарить, вот смотри, страховая. Я машину обслуживаю всегда идеально, всегда вовремя, всегда по строку. Вы можете проверить это. Там есть тип еще страховки, когда еще страхуют непосредственно двигатель, коробку от поломок и так далее. И дальше можно с этим, дальше на основании этого страховая не может сделать какое-то предложение. Окей, я уже в овертайме на самом-то деле. Я заканчиваю последний буквально слайд. С точки зрения вообще, как это было разработано, ну, это достаточно классическое решение. У нас есть, непосредственно в Azure крутится Ethereum с тремя там по участниками. Мы можем добавить в любой момент участника N. Ну, я говорю N, потому что их может быть несколько. У нас есть менеджмент консоли. Это красивые графики, какой там блок был последний и так далее. Ну, для бизнеса всегда приятно увидеть красивый график все-таки. У нас есть какая-то API, которая общается с непосредственно с сетью Ethereum по защищенному каналу, потому стрелки немножко на заднем фоне, потому что это непрямой доступ, потому что API это уже пас уровень, который заинжекчен в сеть в инфраструктурный. И у нас есть классическая фронт часть. Ну, это банально, это HTML5, и так далее, который это все показывает. Ну, весь процесс построен с помощью Visual Studio Team Services, там, develop, build, autotest, deploy, monitor. Но это отдельная дискуссия еще на пару часов. Окей, если вам надо знать больше, и если я еще вас не задолбал до последнего, вот куда можно сходить, презентация будет доступна, информации много, сори, что на английском. можете даже найти, я где-то, по-моему, пару месяцев, это было где-то полгода назад, публиковал в журнале программейси, любители знаете, знаете французский, можете почитать. Там тоже достаточно так стандартизировано, и там есть конкретная инструкция. И если вы меня подолбаете, я вам скажу, как классный репозиторий на гитхабе, куда можно сходить, и там есть лабораторка вообще, если вы ничего не знаете, как быстро стартануть. Спасибо за внимание. Да, да, да. Давайте, тут только одно вопрос, потому что уже... Ну, за сегодня много вопросов поднималось, но такое вопросов не подняли, и, думаю, много и меня не подчеркивают, как программистов, и так, и выполнителей, которые вообще шутят, выполнителей, которые шутят, точнее, если там, не суть. В том, что у вас такая самая проблема у блокчейна, взагалі, чему багатьох відштовхує, як и у криптовалюты, як и у биткоина, як и у ISO, як и у токенів, немає захисту. Незрозуміло, яка організація взагалі буде коли-небудь, яка-небудь світова організація, яка якось керує або управляє всіми цими випадками шахрайства, або неправильными, тому що, насправді, не напрямую шахрайства, от були такі випадки, що немає ніякого страхування, ніякої безпеки. Тобто, коли, наприклад, виконавець немає когось, точніше, виконавця наймають і, можу згадати, як його там, наймач. От наймач наймає їх там у виконавців, є якісь документи, які якось керевують всі випадки, які можуть виникнути і так далі. У блокчейна немає, як би, такого прямого, як можна ці всі моменти регулювати. Тобто, ніхто не застрахований не від чого виходить. Так вийшло і з криптовалютами насправді, так і все вийшло. Я говорю, не на надзини не виходжу там тіпо, давайте не про це, давайте саме, ви говорите все про плюси, про плюси, про плюси, що нам надається, які проблеми виникали. Але проблему безпеки в основному ніхто не розглядає в інтернеті. Тому що приходять люди, там, приходить програміст, такий думає, блін, можна ж підробити. Класна штука, всі кажуть, блокчейн, блокчейн, що це таке, заходиш, читаєш, і що там написано? Того, на цей коли, того, там вийшло, там навалили, там десь щось вкрав. Тобто так само, як вийшло СІСО, всі дуже сильно порвалися, придумати там якусь ідею, її викинути, там наче реалізувати колись. Але оці моменти ніяк не керуються, ніким не керуються, так само, як ви, мабуть, всі читали історію в Японії про те. Я могу, я чуть-чуть, прошу прощення, що я вас перебиваю, все-таки действительно время, там еще закрытие конференции. Якщо я правильно ваш вопрос понял, що є проблема, що немає регулировання, немає безопасності. Я абсолютно согласен, це правда, це действительно так, це хайп. Але є поняття приватной сети, в приватной сети я решаю, як я хочу. Здесь я не использую ни один публичний пул, ни один публичний, за хранення цієї інформації платить, по сути, конечний клиент. Все, точка. І на це ми останалися. Ми, коли говоримо про интерпрайз мир, ми не можем говорити про публичну. Да, публична, це там може бути, це там ворують, там, ну, вообще, реальный мир – це зло, ну, це факт. Але коли ми говоримо про приватну сеть, я сам себе хозяин. Це точно так же, як ви живете, як в коммунальній квартири, чи, по сути, це ваша квартира. Ви можете делать що угодно і як угодно. Дальше я щас предлагаю все-таки заканчувати, тому що на мене вже давять. Я готов дальше відповідати на вопросы. Так. Дякую. 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 Дякую.